Привет, друзья! Мы снова с вами уже в 2020 году. В сегодняшнем видео поделюсь с вами своими впечатлениями от поездки в Украину. Расскажу о нашем первом перелете с Харькова в Прагу напрямую. Воспользовались новым лоукостом. И поделюсь, конечно же, своими ожиданиями 2020 года, своими планами, что мы планируем в этом году сделать. Поэтому усаживаемся поудобнее. Мы начинаем! Итак, с чего начнем? Начнем, конечно же, с поездки. Домой в Украину. У нас маршрут был задан, как и раньше. Кто видел видео «Дорога домой» из Харькова, ой, извиняюсь, из Праги в Вену. А с Вены уже летели прямым рейсом в Харьков. Для нас это был самый удобный маршрут по времени и по цене. Было это летом дело. Так же самое мы решили попробовать поехать и в этот раз уже зимой. Почему выбрали его? Потому что ценовая политика была намного дешевле, чем того же прямого рейса Харьков-Прага. Прага-Харьков. Расскажу подробнее об этом. Билеты покупали сразу, вам говорю, за 4 месяца до начала вылета. Почему так рано? Потому что это были новогодние праздники и ценовая политика, конечно, скакала каждый день, буквально даже без переносного смысла. Сегодня могла быть цена одна, завтра уже могла быть цена другая. Поэтому покупали заранее. Купили мы билеты за 35 евро в одну сторону на человека. Автобус стоил с Праги до Вены 25 евро. В чем преимущество? Вас привозят сразу в аэропорт. То есть никаких пересадок, ничего лишнего. Вы просто приехали, сразу встали в аэропорту. Единственным минусом, конечно, этой поездки это стыковка. Она длится где-то в районе 4 часов. То есть вам нужно 4-5 часов находиться в аэропорту. Мы в этом плане просто там переночевали, так сказать, перекемарили. И дальше уже в 6 утра наш рейс на Харьков. Прилетели мы в Харьков. Харьков нас встретил очень, так сказать, радушно. Ну, не зимней погоды, к сожалению. Сами видите, сейчас какая зима тоже в Чехии. В Чехии говорят, что это аномальное потепление у них, всем виной. Ну, не знаю, зима вот такая. В прошлом году, когда мы приехали в Чехию, было снега много. Здесь, к сожалению, снега нет. В Харькове тоже у нас не было снега. Всю, весь отпуск, все каникулы. Там пару раз, может, что-то там сыпануло. Ну, такое, конечно. Вот. Как нас встречал Харьков, сейчас дальше расскажу. Расскажу о, так сказать, поездке обратно. Летели обратно мы уже через лоукостер SkyUp. Вот. Покупали билеты тоже за три месяца до начала. Думали, что будет как на Визаэре, допустим. Можно там мониторить ценовую политику. Но на самом деле не так все просто. Это украинский лоукостер. Соответственно, не знаю, почему у них так все происходит. То есть заранее билеты стоили там от 55 евро стартовали. Уже на тот момент, когда мы покупали, уже были билеты по 100 евро. Это было в октябре месяце. То есть в одну сторону 100 евро на человека. А уже в декабре, в самом, перед там буквально двумя-тремя днями до начала вылета, уже билеты стоили по 200 евро. Поэтому мой вам совет, покупайте билеты заранее. Если знаете конкретные даты поездки, покупайте реально заранее. Кстати, ребят, кто не знает, под видео есть все ссылки на билеты, на автобусы. Это вам такая помощь. Можете выбирать любое направление. Пожалуйста, покупайте билеты через ссылки, чтобы вам сократить чуть-чуть ваше время. Вот. Какие ожидания от нового лоукостера, который мы испытали, так сказать, на себе? Все, конечно, очень круто. Два с половиной часа времени, и вы уже в Праге. Реально экономия по времени бешеная. Ну, по деньгам я не скажу, конечно, что прям сильно дорого. Если посчитать поездку автобусом и поездом через всю Украину, а потом автобусом со Львова в ту же Прагу, ценовая политика выходит одинаковая. Только там 40 часов автобусом, поездом. А если ехать, лететь самолетом, то два с половиной часа. Поэтому решать в любом случае, опять же, вам. Вот. Либо там лететь через Вену, либо через Польшу, там, где же Катовицы, Вроцлав. То есть, либо ехать автобусом. Тут уже решение за вами. Что было в Харькове? Ну, в Харьков мы приехали, конечно, в первую очередь к семье, отдохнуть. Все-таки 4 месяца мы отсутствовали в Украине. Увидеть, конечно, свою дочку. Погуляли, отметили Новый год. Рождество, к сожалению, мы уже не отметили. Отмечали уже здесь, в Чехии. В общем, выходные удались. Отпуск удался. Погуляли, отметили. Все очень хорошо, на высшем уровне. Единственное, что, конечно, не встретились со всеми друзьями. Поэтому сразу приносим извинения. В следующий раз постараемся реабилитироваться в этом плане. Вот. Какие планы у нас на будущий год? То есть, на текущий уже 2020 год. В планах, ребят, остается та же цель, которую мы там бьем, добиваем. Это покупка квартиры. Это в первую очередь, конечно. Но мы сейчас ее отставим чуть-чуть в сторону. Тяжело было уже уезжать из Украины. Тем более, уже прошел почти год. Мы очень мало видим своего ребенка. Мало видим свою семью. Поэтому для себя с Алиной решили в этом году сделать номер один. Другую цель – это воссоединение семьи. Будем воссоединять ребенка, воссоединять нашу дочку, забирать сюда в Чехию, пробовать реально пожить здесь уже полноценной жизнью. Как оно будет, как получится в этом плане, уже будем держать вас в курсе. Поэтому процесс, на самом деле, довольно сложный, длительный. Поэтому нужно запастись терпением, временем, деньгами, финансами. Там все очень сложно на самом деле. Поэтому будем вас держать еще раз, повторюсь, в курсе. Для того, чтобы это все видеть, советуем вам подписываться на наш канал. Советуем ставить уведомления, чтобы не пропустить ни одно из наших видео. Конечно же, ставить лайки. И не забывайте, опять же, делиться своим опытом, делиться своими комментариями, своим мнением. Это для нас очень важно. Ну и также важно для нашего продвижения канала. Вот такие вот у нас новости. Еще раз рады видеть вас на нашем канале. Вам спасибо за просмотры. Всем удачи, всем пока!